На пульт Центра оперативного управления поступил звонок от одного из жителей города. Он сообщил, что водитель автомашины БМВ черного цвета управляет автомобилем в нетрезвом состоянии, направляясь к центру города. На вызов среагировал 870-й экипаж ДПС, который перехватил нарушителя правил дорожного движения. Увидев автомашину в соответствующей ориентировке, мы прижали ее к обочине. Мы подошли к автомобилю и попросили у водителя документы, обнаружив, что он находится в нетрезвом состоянии. Мы отвезли его в наркодиспансер для свидетельствования, но проходить экспертизу он отказался. Несмотря на отказ, врачи все же установили степень опьянения, она соответствовала средней степени тяжести. Какая средняя степень? Какие один-два стакана? Вы что, я выпил всего одну кружку пива. От этого не опьянеешь. На задержанного водителя полицейские составили административный протокол. Машина заключена на штрафную стоянку. На улице Казабякби возле ночного клуба «Ижарики» у других увеселительных заведений парковать автомашину нельзя, о чем предупреждают дорожные знаки. Здесь постоянно работает эвакуатор. Тем не менее, нарушителей правил парковки не становится меньше. Одна из причин этому – отсутствие места для парковки возле заведения. Я приехал в клуб всего на пять минут, чтобы забрать брата и все. А тут вы подъехали. Вы нарушили правила дорожного движения, поэтому мы обязаны на вас заполнить административный протокол. Вы ответите только за свое нарушение. Лишнего ничего писать не будем. Вы с нами не согласны? Водители, оставившие свои машины в запрещенном месте, заведев эвакуатор, тут же разъехались. В ходе патрулирования по улице Казбекби примерно в 12.30 мы обнаружили автомашину, припаркованную в неположенном месте возле ночного клуба «Ижарык». Это нарушение было зарегистрировано видеокамерой. Владелец автомобиля, выйдя из ночного клуба, свою вину в нарушении отрицал и отказался предъявлять водительские права. По этому факту мы составили административный протокол. Несмотря на отказ водителя, полицейские вызвали эвакуатор. Водитель все же согласился с нарушением, и полицейские на месте составили протокол нарушения и вернули автомашину водителю, не заключая ее на штрафную стоянку. Двух молодых людей, пытавшихся вскрыть ларек в ночное время, чтобы добраться до напитков, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы. Сообщение о том, что двое неизвестных людей пытаются взломать дверь ларька, поступило от одного из жителей Шимкента. Нам поступило сообщение о попытке грабежа одного из ларьков на центральной улице города. Прибыв на место, мы обнаружили двух молодых людей возле желтого ларька, которые пытались от нас скрыться, но мы их задержали. Задержанными оказались 14-летний подросток и 26-летний молодой человек. Как объяснили задержанные, на преступление их подтолкнула сильная жажда. Сотрудники 868-го экипажа дорожно-патрульной полиции, задержавшие правонарушителей, доставили молодых людей в Альфарабийский отдел полиции. Сейчас следователи РОВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту попытки кражи.